йоу мои паяльщики и паяйки с вами снова я дэвил байт и сегодня одно из новых видосов один из новых видосов я вот всегда хотел попробовать переделать аккумулятора аккумуляторов у меня таких порядочно завалялась это аккумулятор от 12 вольтового шуруповерта bosch аккумулятор этот был по заявлению производителя 12 вольт полтора ампер часов собственно говоря выяснить уже так это или не так не получится потому что аккумулятор давно умер ну и давайте раскручим его и посмотрим что здесь внутри вообще штука это прикольно как я говорил аккумулятора максимально плотно вошли в нашу жизнь и соответственно зачем выкидывать такие вещи когда их можно тупо пофиксить и сейчас мы займемся этим вопросом кстати оптичка здесь используются вот такие вот торксы но это не совсем обычные торксы здесь нет отверстия в центре но точнее штифта в центре как сейчас это делает на современных торсах торксах но зато здесь есть вот такое вот отверстие под шлиц вообще интересно как это пломба доставать здесь на одном из винтов установлена пломба и винтом однозначно есть а наконец-то короче эту штуку удалось извлечь конечно не без небольшого ущерба для аккумулятора внешнего но это ни на чём не скажется поэтому все будут папа папа так есть фаза мы наконец-то его разобрали но давайте посмотрим что здесь внутри внутри репси здесь не так уж и много интересного по сути это контактные площадки внутри зачем-то установлен резистор какой-то низко умный не знаю для чего это и собственно говоря вот такие вот это были это были никель кадмиловые аккумуляторы и они аж 2009 года выпуска и вот собственно говоря эти никель кадмиловые аккумуляторы давно мертвые и вот теперь мне интересно насколько штук скажем можно заменить данную сборку хотя знаете что самое прикольное что есть вот такие же вот аккумуляторы литий-полимерные но они смысле да не такого же формата только литий-полимерные все сделано конечно мега круто блин короче репси есть две вот таких вот сборочки собственно это одна и это у нас вторая сборочка покажу еще сюда здесь может быть как-то поинтереснее видно и что нам нужно крутим мутим мы делаем сейчас следующая она мы и наверно тоже соединим пока что пока что наш пистолет горячий мы ее соединим желательно бы чтобы она у нас соединилась максимально параллельно так это одна сторона пам-пам-пам-пам макдональдс и для надежности вторая сторона но давайте варить и соответственно привариваем ся с этой стороны и и и и то что вы сейчас видели надеюсь вы это видели такое бывает как раз при плотном контакте ленты с поверхностью аккумулятора и вот она начала чуть-чуть подгорать сейчас я думаю это видно и здесь и видно на эту камеру она чуть-чуть подгорела но нашем случае это не особо критично я думаю но на таких ситуациях вообще как бы в идеале стоит избегать ну и что у нас теперь есть у нас остался общий плюс и и остался точнее общий плюс и остался общий минус и сейчас нам надо это все дело заварить есть так ну и что что нам нужно нам нужно замерить 4 вольта и 12 вольт ну все как надо в целом теперь репсе надо подготовить право дочки ну что мои паяльщики бояльки вот я подготовил право дочки давайте давайте же их теперь так сказать про я им и далее уже будем упаковывать наш аккумулятор так ну начнем припаивание с общего минуса есть и теперь ребзя далее сейчас мы будем приступать к упаковке картона точнее в упаковку приступать к упаковке в картон и будем подпаивать нашу плату бы мы так репсе ну давайте упакуем нашу сборочку в картончик и упаковывать мы будем весьма все это просто тупо отрезается лента подходящая по длине и и и и и и так ну чё я взял такая конструкция у нас получается пока что пока что вроде бы неплохо вроде бы норм и давайте наконец-то определимся куда мы будем цеплять плату мама из это будет вот такая вот плата на 20 ампер по крайней мере по заявлению производителя и собственно что мы сейчас определимся как мы будем все это дело цеплять наверно куда-то сюда на бок давайте попробуем вообще полезет это вся тема или нет вообще полезет более чем поэтому сейчас мы это все замутим на бачок так что ребзи короче вот такая у нас конструкция получилось и сейчас настало время одеть это все термоусадку вот в такую термоусадку я буду одевать в два слоя сейчас я нарежу и вернусь к вам я короче не знаю что получится возможно три слоя будет такой одевать но надеюсь что будет достаточно точно и и и и и и и и есть одна у нас одета вот смотрите но уже выглядит неплохо и сейчас надо конечно тут почему-то складками пошла не знаю надо бы сейчас на роль одеть бум короче ребзи из недостатков наверное стоило бы упаковать эту штуку все-таки в два слоя изоляционного картона картона но чтобы не было вот этих проводов видно ну ладно эстетически конечно не очень красиво но в целом норм как можете видеть что у нас получается с двух сторон отлично запаковалась всего или good все супер давайте давайте протестим насколько хорошо эта штука подходит к нашему как бы ну садится он тут вообще просто великолепно без всякого там гемора что сейчас я планирую сделать сейчас я подпаяюсь подпаяю сюда разъем заряжу наш аккумулятор мы его протестим так ребзя наступает интересный момент вот а наш аккумулятор и сейчас я его протестирую условно при токе нагрузки 3 ампера посмотрим точкой остановки у нас будет 96 вольта это минимум для этого аккумулятора ну и посмотрим сколько он отдаст ваттах и сколько отдаст миллиамперах наш тест длился 1 час 20 минут 46 секунд ток разряда у нас был 3 ампера и разряжали мы до 9,6 вольта смысл репзи в чем что в итоге мы получили при токе разряда 3 ампера мы получили 4039 миллиампер часов или же 44 ватта мощности что это значит это значит то что в любом случае наша емкость аккумулятора уже практически два раза больше чем то что было установлено ранее на ради у нас была установлена батарея на 12 вольт полтора ампера ну и собственно говоря ребята что давайте сейчас приступим к упаковке нашего аккумулятора так так репзи давайте добивать наш аккумулятор точнее то собирать я хотел сказать что мы имеем мы имеем вот такую вот сборочку сборочка у нас собрана и вот такой вот корпус сухом остатке что собственно нам нужно во первых у меня есть мысли я хотел для того чтобы не переделывать старый зарядное устройство я хочу использовать вот такой вот разъем сука конечно длинноват но что делать он в диаметре примерно 11 миллиметров и сейчас я попробовал просверлить отверстие в корпусе ну нет значит нет я посмотрел смысл значит в чем что-то что вот здесь где-то как раз в этом месте если сверлить то ничего не должно упираться в аккумулятор ну давайте посмотрим где-то это примерно вот так должно быть и я не знаю кстати будет ли она нормально вставляться но должно нормально вставляться в сам шоуповерт давайте посмотрим чем этот сможем насверлить так где у нас тут 11 миллиметров так вот такое чудесненькое отверстие еще на одну ступеньку чуть-чуть не досверлил что-то херня блин в этом месте по идее все идеально смотрим что получается получается вот такая вот штука мы даже можем закрывать наше зарядное устройство вот так все ставится давайте посмотрим лишь бы можно было бы еще чуть чуть ближе но лишь бы она не мешала и да но не мешает офигенной репзи вот такая у нас значит темка получается так репзи ну пока вот такая конструкция у нас получается и в принципе это замечательно это то что нам нужно далее устанавливаем наш нашу штуку дрюку на место и сейчас мы под зальем ее плотничком соплями китайской девственницы отлично просто отлично то что нам нужно так но и подождем пока засохнет так из неприятного вот здесь есть вот такого вот ребра жесткости которая не дает аккумулятору захлопнуться до конца ну как не дает принципе дает но ее можно выработать бормашинкой поэтому будет нормально на самом деле я мог сместить гнездо еще чуть чуть ниже относительно вот этой вот ступеньки могу на следующий аккумулятор буду переделывать я предусмотрю это потому что у меня таких аккумуляторов еще три будет чем заняться на вот с проводами но я оставил конечно длинные провода на всякий случай на возможность так сказать переделки но вот одна хорошо работает одна не очень но давайте сейчас закрутим пару винтов и посмотрим что у нас получится но вот как видите за то что здесь чуть-чуть буквально полмиллиметра я промахнулся здесь остается вот такая щель ну и расхерачу бормашиной но сам факт что шурик работает но все надо сейчас заряжать аккумулятор сейчас я пока подготовлю бормашинку надеюсь я найду фрезу подходящего и спилю вот эту часть вот это ребро жесткости фрезой и тогда на шкб шуруп а я его точу этот раз мы и так оставим но я когда буду переделывать следующий аккумулятор то обязательно учту это ешкин матрешкин ну ладно ну так что я взяла такого вот видео по первой переделки аккумуляторов вроде целом все норм пока пока спасибо что приходили посмотреть на мой канал хаааа хааа а я я заявил мы